Конечно, к самому голосованию и к выбору кандидатов ни меня, ни вас, как иностранцев и не граждан этой европейской страны, представители местной избирательной кампании не допустят. Однако присоединиться к сбору голосов в поддержку одной из венгерских политических партий, устроившей для жителей Будапешта маленький воскресный праздник, нам никто не запретит. Тем более, что, как вы, наверное, уже успели заметить, выборы в Венгрии без русских – это не выборы, так как главный посыл у здешних противоборствующих политических сил отличается, по большому счету, лишь частицей нет. Будем дружить с русскими или не будем дружить с русскими? Красные, у которых мы сегодня в гостях, дружить с нами не очень-то хотят. Поэтому, когда девушки, собирающие подписи, попросили меня поддержать их кандидата, я поддержал девушек по-своему. Впрочем, давайте не будем углубляться в политику, а лучше погуляем по площадке предвыборной агитации и сравним российский и венгерский подход к организации сбора голосов. Например, в Венгрии, как и у нас, очень любят концерты, танцевальный групп и местных исполнителей душевных песен. Как и мы, жители Будапешта, не прочь перекусить бесплатным агитационным пирожком или печенюшкой и послушать серьезных кандидатов, рассказывающих о том, как будет все хорошо, когда выберут именно их. Однако, раздача горшков цветами, ребята-агитаторы с хорошо заметными эмоджи-плакатами и агитационные черепашки, лично для меня это что-то новое и однозначно забавное. Поэтому, если и вам случится оказаться в Венгрии в разгар избирательной кампании, постарайтесь не пройти мимо. Думаю, вам понравится. Ну а на сегодня это все. Все выпуски рубрики ТВ Тур ищите в интернете, смотрите и выбирайте новые места для ваших путешествий.